Юрий, прошу прощения, как Вы прокомментируете происходящее? На данный момент это больше похоже, конечно, на колонаду, и это не есть конструктивная работа сессии Горсовета. Это не конструктивная работа. А как Вы отнеслись к тому, что он переносит на 30 число декабря? Конечно, отрицательно. То есть есть вопросы, которые надо решать? Я не готов сказать, насколько это законно, я все-таки не юрист, но, конечно, можно было сделать перерыв. В принципе, все были настроены работать сегодня, может быть, и до вечера, если нужно было бы. Но две фракции заявили, что отказываются голосовать сегодня. Ну, это, наверное, их право. Это их право, я думаю, наверное. Ну, несмотря на то, что небольшой перерыв, наверное, все-таки не было бы какого-то решения, все равно принято, по секретарю, по крайней мере. Мы сидели бы, решали, значит, все равно продолжали решать на месте. На месте все это можно, но не переносить до 30-го. Потом 30-го мы перенесем на 5-е, на 10-е. Также можно до бесконечности. В конце концов, мы здесь собрались и нас выбрали для того, чтобы мы работали. Мы пока не можем работать вообще. Потому что даже не приятный регламент, собственно, заседание-то не закончилось сегодня, сессия не закончилась. Юрий, скажите, а вот отказ голосовать, как вы расцениваете? Это саботаж все-таки? Тут, наверное, надо расценивать не саботаж, не саботаж. Тут, ну, поскольку были сделаны заявления такие, скажем так, политические, но если бы отказывался там один депутат, я думаю, это есть, может быть, конституционное право. Ну, в данном случае мы понимаем. Здесь есть у нас часть депутатов, по-моему, все это понимают, часть депутатов или даже некоторые фракции, которые поддерживают бывшего мэра, и есть часть, которая поддерживает нынешнего мэра. Поэтому, в общем-то, это понятно. Одни против других. Понятно, спасибо.